Зародившийся на дворовых площадках этот вид спорта так и остался уличным. Чтобы заниматься воркаутом, сразу следует забыть о комфортном помещении спортивного зала. Проходят уличные тренировки не под чутким руководством тренера, а в окружении друзей или товарищей, которых объединяет одно стремление – заниматься спортом на свежем воздухе. В нашем городе найти единомышленников для тренировок можно в объединении воркаут-тимсаров. У меня недавно пришла хорошая идея. А что, если попробовать организовать команду? Так сказать, некий сбор. Ну, естественно, в начале этой недели я пришел на турники, увидел, какие-то ребята новенькие начали заниматься. Я им предложил объединиться. Чтобы заниматься спортом и получать хорошие результаты, не обязательно ходить в спортзал. И это доказывает воркаут. Заниматься могут все желающие, у кого нет проблем со здоровьем. Чтобы не допустить несчастных случаев, тренировки проходят по определенной схеме. Приходим, делаем какую-то базу, то есть подтягивания, отжимания, бег, пресс, а дальше по элементам. Объединение воркаут-тимсаров существует не так давно, но ребята активно продвигают этот спорт в нашем городе. Тренировки стараются проводить систематически, но все равно сталкиваются с определенными трудностями. Нам охота свой зал на зиму, потому что за всю зиму мы почти не тренировались. 1 мая воркаут в России отметит свой первый юбилей. В честь десятилетия во многих городах страны пройдут спортивные мероприятия. Саров не станет исключением. В этот день всех желающих попробовать свои силы в воркауте приглашают на спортивную площадку жилого комплекса «Саровская ривьера» в районе пойма реки Сатис. Мария Рунч, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24.